Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. 2020 год вошел в историю Твери, Денальн-Тверской области важной реформой, которая проходит в данный момент, а началась, стартовала в феврале. Тогда в нашем регионе заработала компания «Транспорт Верхней Волжи». На линии вышли впервые с советских времен автобусы, окрашенные в один цвет. Автобусы, самое главное, тут дело даже не только в цвете. Автобусы, которые оснащены самым современным оборудованием. Да-да, то есть теперь автобусы не просто водители, которые крутят баранку. Там много стоит интересных гаджетов. Это, кстати, не только кондиционеры, которые мы все оценили летом. Что это за оборудование вообще? Насколько оно помогает сделать нашу жизнь, а в автобусах, в том числе, тоже живем, передвижение, естественно, безопаснее. Потому что мы помним, в том числе, что все-таки были поначалу много аварий. Было много аварий. Почему это случалось? И что можно сделать, чтобы общественный транспорт как можно меньше попадал в аварии? И вообще, чем нынче насыщен любой городской современный подвижной состав общественного транспорта? Автобусы или в других городах, например, это может быть трамвай, троллейбусы. У нас это в Твери, Тверской агломерации автобуса. Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это Петр Бакулов, ассистент кафедры транспортной телематики, такого знаменитого высшего учебного заведения, как Московский автодорожный институт МАДИ. Все его знают аббревиатуру. Петр, добрый день. Здравствуйте, Роман. Петр, скажите, как вы оцениваете этот важный шаг, когда в Тверской области вслед за другими крупными мегаполисами, в первую очередь, появились такие уже умные автобусы? Не просто у нас купили автобусы, покрасили синий цвет и все, этим все закончилось. А то, что там стоят какие-то хитрые умные устройства, потому что мы слышали, нам тоже говорили, что как-то могут там считать пассажиры поток. Но как все это никому толком не объясняли? Действительно ли современный автобус – это не только двигатель, руль и четыре колеса? Роман, безусловно, я бы даже сказал, совсем нет. Эффективный общественный транспорт на сегодняшний день – это не просто средство передвижения, потому что мы все понимаем, что в первую очередь транспорт должен быть комфортным, а комфорт невозможно обеспечить, если мы просто сделали тележку на четырех колесах. Вы правильно заметили, что все началось не здесь, не в Твери, но именно здесь получилось знаковое развитие. Сейчас расскажу, почему. Все начиналось примерно в 2017 году, когда руководитель департамента транспорта Москвы Максим Лексутов пригласил консалтинговую компанию McKinsey с целью аналитики московского городского транспорта. Тогда в Москве впервые появились вот те самые синие автобусы, которые продолжили свой путь уже в виде компании «Транспорт Верхневолжья». Особенность Тверского транспорта заключается в том, что, во-первых, это единовременно закупленные 470 единиц подвижного состава с применением финансовой схемы льготного лизинга под патронажем ВБРФ. И на основе этого опыта сейчас в эту систему, в этот проект будут входить и другие игроки крупные. Это «Газпром Банк Лизинг», это «ВТБ», это «Сбер». Но сейчас мы будем говорить с вами не о финансовой схеме, а о научно-технической. И что интересно, вы правильно заметили, мониторинг пассажиропотока. Действительно, Тверь стала первым городом, в котором… В России. В России, первым городом, в России. Я даже, знаете, я бы, наверное, даже сказал так. В мире мало городов, где 100% подвижного состава, а современно оборудованы автоматизированные системы мониторинга пассажиропотока. То есть, мы все привыкли, что есть такие ультрапередовые страны, как мы привыкли думать. Мало кто там был, тем не менее. Япония, например, Южная Корея, ну, та же самая Канада, США, Китай, говорят, много сейчас наверстывают в этом плане. То есть, вы хотите сказать, что Тверь среди вот этих стран, скажем так? Да, да, Тверь среди передовеков, безусловно. Потому что произошло следующее. Единомоментно весь подвижной состав фактически обновили и оборудовали. То есть, понимаете, когда это происходит эволюционно, то у нас часть парка стареет, часть парка нового появляется. Происходят какие-то модернизации, то есть, какие-то автобусы на линии работают старые, без каких-то систем, какие-то новые с такими-то системами, а какие-то там суперновые, какие-то вообще, может быть, беспилотные. То в Твери мы отчертили линию фактически и сделали то, что в науке говорят эксперимент фактически. То есть, мы просто взяли там 470 автобусов современных, по нормальной современной коммерческой схеме их закупили, вывели на линию, а все автобусы оборудованы одним и тем же фактически, да, то есть по своей отдаче, да, навесным оборудованием так называемым. То есть, это не только система климат-контроля, кондиционера, которую вы ранее сказали, это в первую очередь, это система мониторинга пассажиропотока, что особенно важно, потому что мы сейчас получаем огромное количество информации, в том числе сейчас, всерьез обсуждается, буквально на прошлой неделе в Твери было заседание рабочей группы госсовета, на эту тему в том числе говорили. И речь идет о мониторинге пассажиропотока в реальном времени. Не секрет, наверное, что вот прямо сейчас, да, мы понимаем, что у нас есть часы пик, во время которых в автобусе, ну, трудно сесть, да, или внутри находиться некомфортно, согласитесь. Почему так происходит? Особенность реализации перевозок в Твери сегодня, это брутто-контракт, одна из особенностей. Что это такое? Что-то все привыкли, это что-то вес, это брутто. Ну, да, но у экономистов тоже эти слова применяются, здесь речь идет о том, что просто каждый участник этого контракта отвечает за свою часть. То есть, фактически, есть процесс перевозки, это вывод транспорта на линию, и есть процесс сбора платы, это задача государственная. На сегодняшний день, когда вы платите за проезд в Твери, ваши деньги не попадают перевозчику вообще. А куда же они уходят? Они все идут в бюджет, все регионально. Регионы? Да, это региональное пополнение бюджета. Значит, перевозчик вообще, фактически, здесь есть такой минус маленький, да, мы понимаем, что на деле это не так, но фактически перевозчик в пассажирах не заинтересован. Ему вообще все равно, сколько у него в салоне людей. А извините, я вас перебью, мне интересно, все-таки я езжу каждый день, поэтому я вижу, что часть все-таки людей пробивает сквадитель и платит наличкой, а эти деньги куда уходят? Все в город, абсолютно все. В область, точнее. Да, да, ну в город, я имею в виду как столицу региона. Да. Да, все идет в региональный бюджет. То есть на сегодняшний день особенность специфическая заключается в том, что у нас есть перевозчик, который не обязательно государственный, да, это может быть какая-то компания там под контрольное государство, это может быть что угодно, любой вид собственности пробует. Это может быть с долевым участием, может частное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель, акционерное общество, неважно. Но перевозчик это перевозчик, перевозчик отвечает за понятную абсолютно задачу непосредственную перевозки пассажиров, то есть там закупка транспорта, обслуживание подвижного состава, контроль расписания, медицинский, технический контроль, соблюдение норм безопасности, работа водителей и другого сопутствующего персонала, то есть создание рабочих мест, связанных с процессом перевозок. Но взымание платы и различные там комфортные условия этой оплаты и так далее, это задача государства. Здесь есть небольшая сложность в том, что для государства это новая функция, потому что региональный бюджет классически пополняется из двух главных аспектов, это местные налоги и сдача имущества в аренду, как правило, вот эти два источника пополнения доходов для местного бюджета. Теперь появляется транспорт. Но на самом деле во главе угла стоит комфорт пассажиров. Не сделать городской транспорт экономически привлекательным, и именно поэтому, как одна из мыслей, почему возникли такие контракты, произошло это разделение. Потому что пока перевозчик пытался заработать до копейки все, мы помним, что было разваленные газели, никаких льгот, оплата наличными, а следовательно зачастую без всяких чеков и фискальных операций, соответственно, все это в серую. Остановки внеостановочных пунктов по любому требованию любого пассажира и прочее, что, в общем-то, ну, вот оглянемся назад, вот сравним сегодняшний Тверской транспорт и то, что было, ну, скажем, даже не год-два назад, возьмем пять лет. Небо и земля. Мы понимаем, что это совершенно другие условия. Сегодня мы платим через QR-код посредством системы быстрых платежей Банка России, сегодня мы платим бесконтактно, сегодня у нас есть автобусы с климат-контролем, есть приложение, в котором в онлайн можно посмотреть, где автобус едет, и он приедет ровно тогда, когда ты его ждешь. Ты фактически можешь не бежать на автобус, ты можешь видеть, ага, мой подойдет через пять минут, возьму-ка пока пирожок. Самое главное, есть уверенность, что он подойдет, вот я как пассажир могу сказать, самое главное. Точно подойдет. Я знаю, вот он едет, а не то, что как маршрутки раньше, он раз, ой, что-то устал, уже поздно выключил все и все, спать пошел. Ну да, или, например, другой аспект был с маршрутками, что если где-нибудь какое-нибудь предприятие заканчивает работу там в 20 часов 30 минут со смены, а маршрут уже может не функционировать в этот момент. Почему? Потому что оператор говорит, да мне невыгодно ради одного завода гнать чуть ли не до конечных. Ты просто водитель решил, что он свою норму выполнил, заработал, все, уже пора и отдохнуть. Или может быть даже так. Это легко было. А на сегодняшний день мы понимаем, что у нас есть контракт, государство осуществляет контроль за исполнением контракта. Если автобус опаздывает, отталкивается от расписания как-то в ту или другую сторону, государство будет пенализировать штрафные санкции, применять по данному контракту и перевозчик будет меньше зарабатывать. Соответственно, определенный минус есть в том, что, как я уже говорил ранее, как бы формально перевозчик не заинтересован в пассажире. Формально? Формально. Потому что ему не важно, сколько у него человек в салоне, он от них доход не имеет. Главное, проехался, чтобы автобус от и до в нужное время, с нужной скоростью, не совершив ДТП. А трава не расти, пустой он проехал или битком? Абсолютно так. Да, абсолютно так. Это хорошо или плохо? И да, и нет. И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что нету такого повального, там, попытки, повальной попытки заработать, а плохо, потому что, когда у нас битком автобусы, нет такого способа отрегулировать это, нет возможности позвонить и сказать в парке, там, Вась, давай еще автобусов налей. А я вас сейчас перебью, у нас, дорогие телезрители, есть попытка заработать, мы выпустим рекламу, буквально 3 минуты, не переключайтесь, мы сегодня говорим о новейших технологиях, которые применяются в современном пассажирском автотранспорте, не переключайтесь, 3 минуты. Мы снова в эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, какие современные технологии применяются в автотранспорте, в пассажирском автотранспорте, которым мы все пользуемся. Начиная с этого года, когда появились автобусы компании «Транспорт Верхней Волжья». Петр, продолжайте. До рекламы мы закончили на том, что нет возможности отрегулировать и вывести дополнительные составы на линию, когда час пик, когда у нас загружены автобусы. И действительно нет такой возможности кому-то снять трубку и попросить еще из парка вытащить автобусы на линию, потому что у нас тут на маршруте затор. Потому что битком едет транспорт. Да, потому что контракт предусматривает определенное. Конечно, подвижность существует. Конечно, в контракте нелинейно все это. Мы понимаем, что в определенные часы на определенных маршрутах меньше автобусов, в другие часы наоборот больше, на других маршрутах в этот момент меньше, больше. Данные обрабатываются. Как я уже говорил ранее, Тверской транспорт имеет уникальную особенность. 100% подвижного состава, оборудована системами автоматизированного мониторинга пассажиропотока. Кстати, системы довольно любопытные. Существует несколько технологий, как можно считать пассажиров. Да, правда? Что, как цыплят по головах? Да, на сегодняшний день да. Входы и выходы оцениваются. Соответственно, у нас сейчас нет турникетов, у нас все двери активны и снабжены специальными устройствами, которые считают людей фактически по головам. То есть мы понимаем количество вошедших с нуля, мы понимаем, что с утра их ноль, потому что у нас автобус пустой выехал из парка. И дальше мы считаем входы и выходы и тем самым имеем реальную картину во времени, сколько у нас внутри автобуса находится людей. Здесь есть и другие технологии. Например, существует методика подсчета посредством видеокамер. Но это более дорогостоящий способ и эффективнее он работает, если запускать прогрессивную систему распознавания лиц. Тогда камеры высокой четкости могут снимать информацию и о лицах, находящихся в федеральном розыске, например, о каких-то преступниках. И здесь есть обратная сторона медали, заключающаяся в том, что высокая четкость – это большой массив данных. Соответственно, эти данные нужно где-то хранить, потом обрабатывать. Это дополнительные также расходы. Поэтому на сегодняшний день применяется другая технология. Как вы сказали, фактически как цыплят по головам, так оно и работает. Но что более важно, сейчас как раз идет обсуждение о том, чтобы внедрить систему, которая бы работала в реальном времени. То есть, если сегодня мы получаем информацию, обрабатываем ее и дальше вносим корректировки в маршрут. То есть, мы это делаем с большой задержкой. С задержкой. Ну, конечно. То есть, автобус уже приехал, может быть, на конечную, а я только всю информацию получил окончательную. Дело даже не только в этом. Просто контракт предусматривает жесткие условия. Что вот такие-то, такие-то маршруты, такие-то, такие-то автобусы на таких-то, таких-то маршрутах с такой-то периодичностью идут. Все это прописано, все эти условия обязан соблюдать перевозчик. Мы со своей стороны, я говорю, мы имею в виду государство, которое работает над комфортом пассажиров. Может быть, хотим, не может быть, а точно хотим. И готовы выводить еще транспорт. Но перевозчик-то скажет, у меня контракт, вносите изменения в контракт. Как быстро их можно внести? И, естественно, бюрократический аппарат не позволит щелчком пальцев прямо сейчас сказать, из парка еще автобус. Нет, такой функции на сегодняшний день нет. А нужно именно так? А нужно вот именно так. Потому что в эту секунду, именно сейчас мы видим, что переполненные идут автобусы, и нужно бы еще парочку добавить на линию. Да, и благодаря тому, что в феврале этого года у нас вот так черта была отчерчена, и эксперимент начался, мы сейчас уже понимаем, что он удался. Забегая вперед, скажу, что не только Тверская область получит подобную модель, но и другие регионы по образу и подобию Твери. Так вот, мониторинг пассажиропотока в реальном времени, эта функция появится в самое ближайшее время. Принципиальные решения приняты, возражений ни с чьей стороны нет. И это ближайшее будущее, которое нас ждет. Если говорить о развитии, то все время любят сравнивать с Москвой. Да, вы даже начали свой рассказ. Ну, конечно. Ну, а как? Москва, столица Москвы, естественно, финансы позволяют внедрять самое передовое все. И, конечно, мы ориентируемся на Москву, потому что, тем более, для Твери это самый ближайший, более-менее крупный город. Ну, можно сказать, крупнейший, наверное. Ну, я вообще имею в виду крупный, вот, ближайший от нас Ярославль, Новгород дальше, другие крупные города. А Москва, вот она. Мы на нее смотрим. Согласен, согласен. Действительно, с появлением новой дороги, платной тут вообще можно сказать, что... И ласточки. В часе езды, да, и ласточки. Сейчас 40, ты в центре города. Сейчас 40, ты в центре города, да, соседнего, крупного. Но, про Москву. Мы говорили, Тверь 100%, а смущено СМПП. В Москве 5%. Как же так-то? 5%. Мы все время в сети видимые репортажи, Собянин открыл, Собянин то, новые трамваи, новое то. И, тем не менее, мы обскакали первопрестольную? Да, тем не менее, так и есть. Поэтому, когда мы говорим, что Тверь это флагман, это действительно так. Это не просто слова, это математика. Еще один знаменательный аспект заключается в том, что в Твери очень социальные граждане, которые не ездят без билета и без оплаты. У нас статистика... Ответственные? Ответственные, абсолютно. 97% перевозок оплачены. То есть, у нас практически нет безбилетников. У нас очень хорошие показатели по этому. А верно, я понимаю, что как раз это тоже обеспечивает эта система, когда вы видите, сколько вошло, а благодаря валидаторам сколько оплатило. Да, конечно. И таким образом можно всегда посчитать процент. Конечно. То есть, не примерные числа, а реальные. И здесь, кстати, тоже очень важно не забывать о том, что когда автобус битком... Давайте, кстати, разберемся, что значит с научной точки зрения битком и не битком. Давайте, всем интересно это. В советское время норма была сумасшедшая. 8 человек на квадратный метр. Это... Это как? В сельде в бочке. В прямом смысле слова. Ну, это просто очень сложно. 8 на метр. 8 на метр. 8 на метр, да. На сегодняшний день, Роман, у нас ГОСТом зафиксирована предельная наполняемость 5 на метр. Мы в пределе стараемся, чтобы было 3. Вот считается комфортная зона, когда 3 человека на метр. В европейских странах, в отдельных городах полтора человека на метр, и тем более сейчас вот пандемия COVID-19 повлияла, то есть они стараются вообще там разграничить людей, чтобы один человек на квадратный метр и можно было соблюдать социальную дистанцию. Это сложно, даже будем говорить открыто нереализуемо. Но 3 человека на квадратный метр, это вполне комфортно, и мы к этому придем однозначно, если применим, а мы применим систему автоматизированного мониторинга пассажиропотока в реальном времени. Другой краеугольный камень – это безопасность. У нас на сегодняшний день никак подвижной состав, будем говорить откровенно, никак не оборудован системами помощи водителю. А если вернуться к цифрам по дорожно-транспортным происшествиям, то 2020 год брать не будем, не характерный. Опять же, из-за пандемии у нас местами на 70% сократилась потребность в транспорте у людей, потому что все сидели в изоляции дома. Но если взять период аналогичный этому году, то есть с января по сентябрь включительно, то в 2019 году произошло почти 5600 дорожно-транспортных происшествий по России с учетом, с участием транспорта общественного. То есть автобусов, троллейбусов, троллейбусов. Это намного больше? Это на 12% больше, чем в 2018. То есть это прирост. А чем объясняется? Аналитик, наверное, проводится. Здесь важный момент, что из них подавляющее количество, то есть больше 4500 аварий, это недосмотр водителя. То есть это попадание пешехода или велосипедиста в мертвую зону, это случайный наезд, потому что автобус очень большой, что говорить, управлять им сложно. И здесь важно понимать, что цифра эта будет только расти, потому что в городах сейчас активно растет так называемая самомобильность. То есть электроскутеры, всякие там самокаты, моноколеса, гироскутеры. Люди пользуются, это удобно, чтобы не пешком идти куда-то, а чуть-чуть там докатиться, взять с собой эту штуку можно в автобус без проблем. Поэтому это новые участники дорожного движения, которые стали такими опасными быстрыми пешеходами, которые выезжают. Фактически они едут. Внезапно откуда-то появляются. Внезапно откуда-то появляются, да. Сами при этом не находились никогда за рулем, им трудно оценить понятие мертвая зона. А самое главное, что на самом деле это самая опасная группа, потому что с общечеловеческой, да и с государственной точки зрения, мы понимаем, что наезд на подростка, на 18-летнего гражданина, это тем более с летальным исходом, это самое неприятное, что может быть. То есть у нас был активный гражданин, будущая страны, молодой какой-то может быть ученый, специалист. А в итоге это большая утрата. Поэтому вот из недостатков, наверное, можно отметить, что прямо сейчас подвижной состав фактически нигде в России не оборудован системами предупреждения столкновения, или как это в широкой массе называется, аббревиатура ADAS, от английского Advanced Driver Assistance Systems, это продвинутая система помощи водителю. Это контроль мертвых зон, это предупреждение столкновений, это распознавание дорожных знаков, но правда с этим проблем у водителей автобусов нет, скоростной режим в целом соблюдается. Но мертвые зоны и наезд на пешеходов, и столкновения с велосипедистами, к сожалению, не редкость в городах. Такие системы, конечно, нужны. У нас, когда только внедряли эту систему, было много аварий как раз вот с этими замечательными нашими семьями автобусами, причем такие, значит, мелкие. Там тиранулись, там вот с элеганса стукнули и так далее. Да, это вы правы. На самом деле, любой крупный город по мере развития, в любом случае, общественный транспорт находится под угрозой легких ДТП и наездов на пешеходов, велосипедистов. И помимо того, что страдают люди, здесь еще есть и проблемы для подвижного состава, потому что мелкое ДТП все равно не дает возможности продолжить маршрут, движение по маршруту. Соответственно, нужно выпускать на линию другой автобус, который его заменит. Плюс создается затор, потому что автобус это не маленькая машинка, которая там тиранулась и как-то она занимает место. Обычно, если на перекрестке автобус столкнулся, то это большая пробка, это коллапс. Особенно в крупных городах, сейчас мы даже отойдем от Твери, если представить себе на перекрестках Москвы, что может произойти из-за столкновения автобуса. Мы понимаем, что это... В Компроспекте. Ну, конечно, это затор будет очень серьезный. Там, аналогично, Санкт-Петербург, Екатеринбург, города-миллионники традиционно страдают от пробок, поэтому такие ДТП, они требуют того, чтобы быть уменьшенными в пределе до нуля. К этому нужно стремиться, безусловно. На самом деле, если говорить о минусах, то об этом тоже все понимают. Говорили, что проектное бюро изначально немножко просчиталось с подвижным составом. У нас очень много небольших автобусов в Твери, которые часто не слишком комфортны для пассажиров. Тесно. Тесновато, и мало сидячих мест, и стоячие места, при этом есть какие-то углы, какие-то неудобные места, об этом люди говорят. Говорят. Я знаю, и действительно, мне жалуются, что некоторые маршруты, которые, как выясняется, более оказались популярными, чем думали. Люди говорят, зачем такой маленький маршрут пустили. Есть у нас, например, один такой маршрут, он ведет из густонаселенного микрорайона, где много высотных домов, соответственно, много жильцов, хотя он по площади не очень большой. Он ведет очень в центр, то есть, казалось бы, и люди говорят, почему вот здесь, почему вот. Я сам наблюдаю, что в час пик, вот сегодня утром я это видел, действительно, я даже такой автобус пропустил. Я подождал другого, более больших размеров, который идет по сходу маршрута, потому что, действительно, в час пик, я еще раз говорю, этот густонаселенный микрорайон, он стремительно развивается, и, наверное, не ожидали, что там будет столько пассажиров. Вы знаете, да, есть такой просчет. Нельзя сказать, что не ожидали, наверное, просто, ну, действительно, проектное бюро, это были отдельные люди, наша кафедра не занималась разработкой. И в отрыве от реальных данных, потому что, вот, понимаете, все-таки, то есть, проект стартовал с очень пассивных данных, статистически не сильно достоверных. Мы это понимали. Некорректно зачастую, приблизительных. Очень сильно приблизительных, потому что те маршрутки, которые были, все газели, пазики, там никаких систем. Никто не считал их. Никто не считал ничего, потому что мы понимаем, что мы даже не можем отталкиваться от каких-то налоговых вычислений, потому что сколько этой наличности было в серую. То есть, ну, это всем понятно, да, то есть, тут дураков-то нет, поэтому в некотором плане вслепую действовали. Пришлось делать все чуть-чуть по наитию, и, ну, действительно, проектное бюро промахнулось. Но мы понимаем, что следующая отсечка по подвижному составу, там, 2025 год, часть подвижного состава в этот год может быть изменена, и эти корректировки будут вноситься. Просто прямо сейчас, когда у нас новый подвижной состав, ну, согласитесь, это невозможно экономически просто. Мы потратили огромное деньги. А вот выясните, да, телезрителям, потому что наверняка сейчас слушают, говорят, а в чем проблема? Закупите еще более просторные и поставьте их на маршруты эти. Ну, надо, во-первых, для себя понимать, что стоимость любого автобуса – это более 10 миллионов рублей. Это очень большие деньги. То есть, даже если мы умножим 470 на 10 миллионов, то мы получим совершенно астрономическую цифру, которая кажется вообще неподъемной для местного бюджета. И для местного бюджета она и правда была бы неподъемной. Если бы не федеральные власти, которые решили, что вот, значит, пойдут по этому пути модернизации общественного транспорта, то, наверное, у нас бы этого не случилось. Ни в Твери, ни где бы то ни было еще. Потому что, откровенно говоря, с такими цифрами работать может только, наверное, Москва, даже не Санкт-Петербург, а именно Москва, потому что это столица федерации. И туда очень много налогов уходит. И внутри самой Москвы очень много предприятий зарегистрировано, которые ведут деятельность по всей стране, а платят региональный налог в Москве. И поэтому Москва со своими бюджетами в несколько триллионов рублей, конечно, она там такие цифры пережевывает. А Тверь, конечно, без федерального проекта не справилась бы. И да, мы понимаем, что подвижной состав чуть-чуть не тот, который хотелось бы видеть. Но, во-первых, нет нужды спешить, потому что если сейчас мы будем делать, да, у нас есть данные, но они все равно. С февраля по сентябрь, да, то есть это еще не очень большой срез, даже полного года нет. Нам бы хотелось видеть картину более объемную. Во-вторых, с применением АСНПП в реальном времени мы сможем модернизировать маршрутную систему. И какие-то автобусы, возможно, заменить, поменять местами по маршруту. Какие-то автобусы, возможно, дополнить на маршруте. То есть, возможно, нам нет нужды прямо целиком маленькие, средние убирать, а большие ставить. Возможно, нам нужно будет просто чуть-чуть поменять их местами. А комбинировать ведь, согласитесь, опять-таки, тоже это понятное дело, что если в час пик он битком, то если такой же большой автобус оставить где-нибудь там, скажем, в час дня, то он будет воздух возить. И то же самое где-нибудь у нас же теперь автобусы, благодаря внедрению новой схемы, тоже для Твери долгожданное событие с советских времен, ну, с 90-х. Когда они теперь ходят допоздна, если в маршрутке в 9 часов все до свидания, он спать поехал, то теперь допоздна. Но в 10 вечера тоже, понятное дело, нет смысла гонять вот этот большой автобус. Там человек 10-15 в нем будет ехать, а везти их надо с другой стороны. Да, безусловно. Поэтому оптимизация здесь не нужно рубить с плеча. Здесь нужно внимательно, научно посчитать все. И потом посмотреть результаты. И к 2025 году уже будет видна хорошая яркая картина, пятилетняя, когда мы сможем понять, какой состав нам нужен более оптимально. То есть какие реально единицы можно поменять. Тем более, что мы понимаем, что прямо сейчас вот эти единицы, их не нужно никуда выкидывать. Это просто не потребуется. Потому что у нас уже в планах с 2021 года правительство региона в лице губернатора озвучило о том, что Ржевский, Киморский и Старицкий районы также будут по этой схеме модернизироваться. А это новый подвижной состав, который может закупаться. Допустим, ну вы понимаете, мы можем что-то закупить для Твери, а Тверские часть направить в районы. То есть здесь уже есть место для маневра. Вот эти самые не очень большие, которые сейчас жалуются, что они еще неудобны, но в масштабах вот этих маленьких городов ставится... В районах масштабах. Да, это вполне будет нормально. Это будет более востребованно. То есть никто не говорит, что их нужно выкинуть. Да, поэтому сейчас главное не спешить. Я бы не стал придаваться негативу, потому что, опять же, чтобы немножко себя взбодрить, вспомним, как это выглядело 3-4 года назад. Понимаем, что сейчас транспорт Верхней Волжья... Ну, год, да, может быть, но вот 2-3 года назад прям характерная разница. Поэтому мы понимаем, что сегодня транспорт Верхней Волжья однозначно более привлекательный и нацеленный на пассажиров. Поэтому, что и говорить, однозначно, сегодняшние 85 маршрутов и 470 единиц транспорта со своей задачей справляются очень хорошо. Определены планы на будущее. Понятно, что уже сейчас Тверь, кстати говоря, характерное событие, именно регионы сотрудничают друг с другом без участия в федерации. Тверь и Пермь. Пермский край для себя определил тоже, что пойдет по такому же способу развития с брутоконтрактами. Там, правда, другой цвет выбрали, но это же совершенно не важно. Главное, что модель та же. И на самом деле сейчас Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Потихоньку, потихоньку, я думаю, что вся страна будет приходить к этой схеме. Хотя вернемся к тому, что все-таки брутоконтракт не совсем, согласитесь, капиталистическая схема. Да, она такая вот, вы мне рассказали, я тоже так думаю, как-то не совсем все-таки капитализм привыкли, считает каждый цент капиталист. Да, но согласитесь, ведь общественный транспорт это не совсем капиталистическая история. Тоже верно, у него нет задачи муниципальной, ну или в данном случае региональный общественный транспорт, в отличие от частного, от маршрутчика, которого нельзя упрекать, то, что он хочет заработать. Это частный бизнес. Тут все-таки первая цель перевести людей. Да. Изначально. Мы же понимаем, что у нас есть воздух, в котором мы дышим, у нас есть природа, которая принадлежит народу, у нас есть много прав, которые у нас есть по праву нашего гражданства. И я думаю, что общественный транспорт это удобство использования конкретного города. То есть это такая задача комфортной жизни, в первую очередь, как водоснабжение, как канализация, как горячая вода или отопление. Здесь тоже нет цели извлечь максимальную прибыль. Конечно. То есть, когда мы говорим о том, что мы подводим к домам электричество, мы же не говорим о том, что что-то дешево слишком, давайте-ка там по 15 рублей киловатт, чтобы лучше жилось. Нет. Конечно, здесь речь идет о том, что в первую очередь обеспечить комфорт пассажиров. И, конечно, безопасность. Потому что многочисленные маршрутки, но согласитесь, они мало общего имели с безопасностью. Ну, потому что за руль садится непрофессиональный водитель, который готовит, а вчерашний просто, условно говоря, Вася, который имеет права. И меня все время что возмущало, они просто относились не как к общественному транспорту, а как, знаете, стиль бомбил. Когда, где захочу, там прибавлю, где захочу, там подрежу, где захочу, там остановлю, когда захочу, пойду домой. Да, да, вы правы. Но я бы рассмотрел это и с точки зрения подвижного состава. Зачастую на грани технической способности ехать, в принципе. То есть, там со сквозными отверстиями кузова могли быть машины, да. И мы понимаем, что в случае ДТП, ну, там говорить о какой-то безопасности, ну, не приходится, в принципе. Потому что кто его осмотрел? Никто. Он наездился, действительно устал, наработался, ему пойти домой отоспаться, не погонить на машину свою, ни на какой осмотр, там, вдруг там завтра колесо отвалится. Ну, просто это вопрос, опять же, ультракапиталистический был. То есть, зачем мне тратить, там, деньги на какие-то системы безопасности, если я не буду отвечать за сбитого, там, человека. Ну, вот сбил у меня водитель, газель, значит, велосипедиста. Ну, какая в этом проблема, открыто говоря. Ну, несчастный случай, ну, водитель виноват, ну, окей, есть кодекс административных правонарушений, правила дорожного движения, ответит по закону. Там, ну, велосипедист, ну, жалко парня, ну, бывает. Как бы, а мне, как перевозчику, какая мотивация ставить систему, которая может стоить, там, три с половиной тысячи долларов, но при этом поможет избежать таких случаев. Ну, вот, лично я с этого что заработаю? Логично, что нет. То есть, это абсолютно социальная история. Вводить закон, который бы обязывал что-то, ну, это достаточно громкая история, да, то есть, у нас в жизни хватает достаточно налогов, да, поэтому всякие меры, когда вводят дополнительную обязаловку на что-то, ну, это всегда маленький социальный взрыв. То есть, опять же, с государственной точки зрения, ну, это довольно сложно, да, вот, взять, принять решение, что у нас, допустим, вот такая система безопасности должна быть установлена. Потом начнутся ухищрения, что будут ставить муляжи какие-то, там, обходные пути придумывать коммерсанты, еще что-то. То есть, та система, которую в итоге придумали, ну, условно придумали, потому что, сейчас вернемся немножко в прошлое, но назовем все-таки придумали, да, и внедрили. В Твери, в части брутоконтрактов и в части хорошей, качественной, действительно, лизинговой схемы по закупке нового подвижного состава, это удачное решение. Это, открыто говоря, удачное решение. Не лишено минусов, но в целом оно очень удачное. Это действительно так. А по поводу исторического экскурса, не совсем же это новшество. По сути, если вспомнить, 60 лет назад практически так же разделялось. Просто не было капитализма здесь вообще никакого, но были автотранспортные предприятия, так называемые АТП, которые мы в учебниках прекрасно изучали и по ним даже курсовые работы потом решали. Но кондукторы не подчинялись, они не были сотрудниками автотранспортных предприятий, они работали в совершенно других ведомствах. Соответственно, сбор денег с пассажиров, это была функция не перевозчика. Соответственно, так же, как и сегодня, перевозчик отвечал за подвижный состав, за его работу, но не отвечал за сбор средств. Поэтому история эта не новая, но в новом лице она сейчас особенно актуальна. Действительно хорошо получилось, и действительно Дверь сейчас это лидер, флагман как минимум всей федерации. Кстати, интересно все-таки, ну а почему вот на ваш взгляд, вот за счет чего мы опередили, ну даже уже ладно и столицы, но такие крупные прогрессивные города, как Петербург, Екатеринбург, Казань та же самая и так далее и тому подобное, у которых вроде бы и финансов намного больше, чтобы ввести такую систему у себя? Роман, ну я думаю, что здесь совокупность факторов. Я всех нюансов сказать не могу, попросту не знаю, но думаю, что с научной точки зрения здесь немаловажно было то, что, во-первых, это была удачная возможность обновить весь подвижной состав сразу, потому что, чтобы провести удачный эксперимент, лучше ситуации быть не может. Когда мы потихоньку это все внедряем, у нас опять же получаются отрывки данных, то есть у нас, например, не срез по целому городу, а срез по нескольким маршрутам, или, например, срез по нескольким автобусам от маршрута, и дальше мы просто математическую статистику применяем и функцию подставляем, и просто начинаем воображать по сути. Да, это расчет, да, это математика, да, это условные там алгоритмы, известные, понятные способы, но тем не менее, это все-таки расчет. А именно в Твери сейчас мы можем срез данных получать реальный, не воображаемый, а буквально реальный. То есть ошибка датчиков подсчета, она там пару процентов, она очень маленькая, то есть все работает. Техника, кстати говоря, проверенная временем, она не российская, об этом тоже поговорим, но она достоверная. Достоверная, это очень важно. Самое важное, да. А вы представьте себе объем инвестиций, если в Казани весь общественный транспорт поменять разом. Ну, город гораздо больше. Вон, говорите, нефтяной сны и регион. Не забываем, да, что здесь региональные бюджеты все равно с этими цифрами не справляются. Даже с учетом, что нефтяной регион, да, там есть Таиф, там есть бюджет Татарстана, но там также развита и Роснефть, которая тоже работает, и у нее отчисления идут в другой регион. Соответственно, точнее, правильнее даже будет сказать федеральный бюджет, а не регион. Поэтому количество человек, населения и количество подвижного состава, ну, это вот так все совпало по совокупности факторов, что именно здесь, плюс недалеко от Москвы, то есть идея пришла все-таки из Москвы изначально, поэтому я думаю совокупность факторов. Почему не в Москве-то внедрили? Опять же, очень дорого. Слишком тоже... Ну, то есть в Москве, представьте, объем транспорта. Потихоньку в Москве к этому тоже приходят. И, кстати говоря, Москва сейчас работает хорошо в тематике безопасности, но работает немножко над другим. Там мои коллеги занимаются, правда, из другого университета, занимаются анализом поведения водителя. То есть не транспортного средства и мониторинга мертвых зон транспортного средства, а работают с водителем. То есть смотрят на реакцию зрачка, пытаются мерить давление, пытаются мерить пульс, потому что на сегодняшний день существуют оптические возможности, то есть хорошие камеры, которые могут, и программное обеспечение, что немаловажно, которые могут просто смотря на человека предсказывать его пульс достаточно достоверно. Просто по цвету лица, по реакции зрачков, по реакции рук, ногтей, то есть вот камера, которая сфокусирована на одном объекте, живом на человеке, она реально может по косвенным признакам посчитать давление. То есть такой медосмотр онлайн. Да, 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 фактически. Бесконтактный, как говорится. Но здесь есть свои нюансы, связанные с тем, что, ну по факту, ну работаем мы с водителем, но как нам это поможет избежать то, что водитель не заметит кого-то. То есть мы можем сказать, что водитель был адекватный, в здравом уме и трезвой памяти, отлично, ну человек-то пострадал. И вот именно поэтому наши данные говорят о том, что они, кстати, не основываются на какой-то гипотезе, они основываются на цифрах, об этом тоже поговорим. Они говорят о том, что работать нужно с транспортным средством. И нам нужно обезопасить транспортное средство, ликвидировать те краеугольные моменты, которые существуют у любого большого движущегося объекта. То есть это те мертвые зоны, которые невозможно увидеть в зеркале. Это банальная невозможность человеку с двумя глазами, одному, контролировать все происходящее вокруг огромной техники. По сути, мы же понимаем, что на машине бывает, отличешься, что-то не заметишь в тиране. Да, на легковой. На легковой, на небольшой. А когда у тебя такая огромная махина в руках, то не мудрено, что какой-то наезд возможен. Но это, получается, система парктроник, говоря автомобильным языком? Ну, не совсем. Это именно что целая категория АДАС-систем. Это продвинутых систем помощи водителю. Почему говорят продвинутых? Потому что они интеллектуальны. То есть это не просто какой-то датчик, который пищит, когда его загородили. А, вот так вот. Речь идет о том, что, опять же, многолетние исследования, в том числе в Израиле, вообще лидером в этой области является израильская компания Mobileye. Они занимаются АДАС-системами достаточно давно. Последние 7 лет они разрабатывают и модернизируют собственный продукт, который существует на рынке. Но их данные исследовательские, я читал, очень интересные, они основываются на том, что все-таки лучшего способа обозреть ситуацию, чем видео, нет. То есть на самом деле камеры, вот казалось бы, да, человеческий глаз – та же камера, по сути. Да, по идее. Да, но вот действительно лучший способ для того, чтобы обозреть мертвые зоны, предвосхитить какие-то аварийные ситуации, это использование тех же самых камер, то есть по сути дублирование человеческих функций. Не лидары, не радары, не датчики ультразвуковые, а именно камеры, которые работают в видимом спектре. Это абсолютно фактически дубляж человеческих глаз. И что, нужно просто обвешать им автобус? Нет, здесь речь идет о том, что есть готовое решение. Опять же, иностранные коллеги здесь довольно усердно потрудились. И решение заключается в том, что существует главный блок, существует несколько камер, три, если быть точным, для автобусов. Существуют небольшие панели в салоне, которые помогают водителю ориентироваться. И устройство головное, которое обрабатывает всю информацию. Итого у нас получается три камеры, головное устройство сопряжено с фронтальной камерой, плюс две дополнительных камеры и три небольших дисплея, которые один дисплей ориентирован на информацию о дорожных знаках, о дорожной разметке и контролирует положение автобуса влево-вправо и прямолинейно, чтобы предвосхитить угрозу спереди и выезд из полосы. Камеры мониторят мертвой зоны. Дополнительные дисплеи внутри салона сигнализируют, если в мертвых зонах что-то появляется, световой индикацией. Если идет угроза столкновения, подается звуковой сигнал. Звуковой сигнал, выбранный не случайно, опять же, аналитика показывает, что человек, когда слышит специфический звук, острый для восприятия, находясь за рулем, он реагирует нажатием на тормоз. Это инстинкт. Не зря у нас в правилах дорожного движения написано, что любое ДТП следует избегать торможением, не управлением рулевого колеса. А то, знаете, некоторые говорят, меня подрезали, я вылетел на остановку, сбил 8 человек. А ты рулем не крити, подрезали, тормози. Не надо рулем активно работать. Есть четкое понимание, что есть. Ну вот так вот, да, бывает. А мне, знаете, интересно, вот вы говорите, столкновение с объектом, каким тоже, такой же автобус, мальчик на скутере? Любой. А собака? Любой абсолютно. Даже собака? Любой. Даже кошка? Потому что основана не на радарах, не на лидарах, не на ультразвуке, а на видимом спектре и машинном обучении. То есть, когда мы говорим о том, что это камера, мы же понимаем, что речь идет не об обычной видеокамере, которая просто в тупую что-то видит. Речь идет о том, что это хорошая современная оптика, но, помимо этого, это хорошая обработка информации, полученной от этой камеры. То есть, программное обеспечение, которое позволяет информацию эту, которая с камеры поступает, обработать и декомпозировать, чтобы точно понимать, что у нас какое-то препятствие движущееся, стационарное, что-то выкатилось, отскочило, или это живое существо. Соответственно, дальше принять решение о подаче звукового сигнала и таким образом вызвать, побудить водителей к торможению. Исследования говорят о том, что система работает с точностью более чем 99,4%. Скажите, тоже, но у меня вот сразу вопрос. Ну, раз такие хорошие технологии, не проще ли там внедрить в автобусах автопилот? Это гораздо сложнее. Это гораздо сложнее по нескольким причинам. Во-первых, автобус все-таки работает с пассажирами. Автопилот – это управление. А как быть с открытием-закрытием дверей? Как быть с женщиной, которая машет сумкой, подождите меня, подождите, сейчас я бегу? Это же только человек может определить. Ждать ее, не ждать. Типа, ай, нормально, я по расписанию успею, если я сейчас 30 секунд потеряю, критичным не будет. Потому что мы понимаем, что поезда, да, они ходят по строгому расписанию, у них двери закрываются, бежишь, не бежишь, там все. Двери закрылись, ласточка уехала. Мы все это знаем, многие даже опаздывали. А все-таки автобус, он чуть-чуть более лоялен. Он работает на короткомагистральных маршрутах, соответственно, у него нет задачи следовать расписанию по секунду. Задача укладываться в минуты. Поэтому здесь автопилот – это возможность к передвижению. Но вопрос регулирования… Открыть-закрыть. Открыть-закрыть, да. Сколько таких примеров бывает, когда он стоит рядом с дверьми, но не потому, что он хочет сесть в автобус, ну, он так стоит, он ждет следующего, он просто подготовился. А робот будет думать, что человек хочет зайти. Соответственно, автобус будет стоять, двери открыты. Безусловно, безусловно. То есть, мы понимаем, что помимо того, что просто сейчас еще технологии не дошли до того, чтобы дать полностью беспилотный транспорт, хотя мы понимаем, что в этом году уже мы ждем первые легковые автомобили, которые пойдут в серию с функцией полного автопилота. Горзовики. В том числе, да, да, да. Ну, тестирование, но вот в этом году, ближе к концу года, все, наверное, кто увлекается автомобильным транспортом, ждут от Tesla автопилот пятого поколения, который будет работать полностью автономно. Это будет по-настоящему прорыв, прорыв однозначно. Ну, вообще, давайте так, если в сторону отойти, все, что делает Илон Маск, обычно сбывается. Мы видим, что обещал SpaceX запустил ракету. Как наши там не смеялись над этим, но в итоге сейчас 660 долларов за килограмм стоит доставка грузов на орбиту. Это, в общем, прорыв опять же. С точки зрения автомобильного транспорта, но на сегодняшний день то, что предлагают те технологии, которые предлагает Tesla, они уже во многом уникальны, но, кстати говоря, общественный транспорт, наверное, та ниша, которую господин Маск не занимал еще и не производил. А может. А может, да. Поэтому автономность это еще... Возвращаясь к нашему системе безопасности, где и когда все это внедряется? Ну, в Израиле, в Израиле уже техника оснащена этим, и поэтому есть хорошие статистические научные данные, которые уже проверены, и понимаем мы, что это эффективно. То есть количество ДТП сокращается многократно. То есть это прям на самом деле, что интересно, я об этом узнал в конце прошлого года, но в Израиле законодательно с 2017 года правительство закрепило необходимость использования систем, продвинутых систем предупреждения столкновений, информирования водителя, да, систем помощи из категории АДАС, вот такого рода, на ста процентах автомобили, все, весь транспорт, грузовой транспорт, легковой транспорт, общественный транспорт, любой. В Израиле нельзя использовать автомобиль без таких систем. Как турист, ты можешь проездом там побывать, окей? Да, это понятно. Но если ты покупаешь новую машину в Израиле, если на ней с завода не установлена подобная система, то тебе ее будет ставить дополнительный продающий дилер, и это будет входить в контракт по автомобилю. То есть ты получишь автомобиль в любом случае с этой системой. Более того, у них государство перешло на субсидирование этих систем, потому что они посчитали, что выплаты пособий по инвалидности, по потере трудоспособности, медицинское страхование, все это дороже, чем там 700 долларов, потраченные на один легковой автомобиль или 3,5 тысячи на автобус. А у нас нет ничего дороже, как в этот момент выпустить рекламу, буквально 3 минуты. Не переключайтесь, мы сегодня говорим о современных технологиях, которые позволяют сделать нашу жизнь безопаснее. В первую очередь технологии, которые применяются в общественном транспорте. Ну и в принципе транспорт, но мы говорим про общественный. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы говорим о современных технологиях, которые применяются в автомобильном транспорте, в первую очередь вообще. Общественном технологии, которые помогают нашу жизнь сделать безопаснее и более комфортными. Петр, скажите, ну вот эти все замечательные системы безопасности, вот мы Израиль, Израиль, в России все это где-то делается и самое, конечно, всех интересует, когда это появится на наших автобусах, а где-то трамваях, если говорить о жителе других городов. Разумный вопрос, меня он тоже интересует. И на сегодняшний день первая задача, значит, это внедрение мониторинга пассажирпотока в реальном времени. А дальше, я надеюсь, что нас будет слышно, есть основания полагать, что будет слышно. Это работа над безопасностью. Это работа над безопасностью. И у нас есть превосходные статистические данные от израильских коллег. Мы понимаем, что это работает, мы понимаем, что это нужно внедрять. Если говорить о производстве, то на сегодняшний день, наверное, важнейшим аспектом можно назвать то, что эти системы могут работать с российским программным обеспечением. Вот важный момент. Соответственно, нет ничего плохого в том, что сама система изготовлена не в России. У нас на сегодняшний день, например, датчики подсчета пассажиров – это Германия. Валидаторы – это Китай, Корея, Чехия. Телематические блоки, коммутаторы – российские. Провода, которые мы используем, не всегда российские. Они могут быть различные. И в этом беды нет никакой. Есть закон, который нам говорит о том, что все это должно быть подчинено программному обеспечению, вхожему в реестр российского программного обеспечения. И это нормально. Все, о чем мы говорим, может быть подчинено российскому софту. Это вопрос безопасности, в том числе макроэкономического характера. Чтобы сбор данных, которые мы получаем посредством таких систем, в том числе, ведь это же камеры, чтобы не утекала информация куда-то, непонятно куда, где она будет обрабатываться, непонятно кем. Таким образом, возможность работы с импортным аппаратным обеспечением, но российским программным, она существует. И это доказывает возможность применения этой техники здесь без угрозы национальной безопасности. Кстати, немаловажно то, что пассивно эти системы не только предупреждают столкновения, но и могут оценивать с помощью, опять же, российского нашего программного обеспечения, оценивать поведение водителя и градировать его по некоторой шкале. То есть, не обязательно врезаться, достаточно резко затормозить, уже некомфортно. Пассажиры попадали, аварии нет. Вроде как, я не при делах, все нормально, но ведь дискомфорт. В лучшем случае, можно и руку сломать. Можно, но при этом, ну ладно, руку сломать, положим, это будет зафиксировано, будет там какой-то документ. А если люди попадали, это будет негатив, просто почертыхались и забыли. Но ведь водитель плохо поступил. Конечно. Вот, а теперь мы сможем это оценивать. Если мы агрегируем подвижной состав подобными системами, то благодаря нашему программному обеспечению будет возможным оценить, насколько водитель адекватно управляет автобусом, совершает резкие маневры, торможения, ускорения. Ну что же, наш эфир подходит к концу буквально немного. Таким образом, скажите, Петр, в целом, когда вот это будет уже массово внедряться, вот мы говорим про будущее, ну перспективы какие-то. Всем вот интересно, вот вы столько интересного рассказали, как вы думаете? Я думаю, что уже с 2021 года, по мере развития в Тверской области брутоконтрактов на соседние районы, не только в городе, я думаю, что будет в 2021 году внедряться мониторинг онлайн. И надеюсь, что хотя бы пилотно мы начнем внедрять систему безопасности, чтобы и собирать данные по поведению водителей, потому что это тоже интересный массив данных. И в то же время, конечно, заботиться о безопасности и комфорте главных участников общественного транспорта это пассажиров. А мониторинг онлайн как раз он позволит, если что, оперативно перебрасывать вот то, о чем говорили подвижной состав? Конечно, конечно. То есть мы, речь идет именно о том, чтобы применять это на практике, чтобы расширить границы брутоконтракта, сделать не такими жесткими, но в то же время достаточными для того, чтобы и сохранять вот этот баланс стоимости проезда, сборов и качества перевозок. И в то же время дать возможность диспетчерским выводить дополнительный на маршрут дополнительный подвижной состав. Вот это очень важно. Ну что ж, это была программа «Тема дня». У нас в гостях был Петр Бакулов, ассистент кафедры транспортной телематики знаменитого такого института, Московский автодорожный институт МАДЗИ. Он нам рассказал очень много интересного о том, что оказывается дверь, между прочим, впереди. Не то, что он не планета, но Россия всей по внедрению современных технологий. И вот, как сказал тот, что Петр в следующем году должно стать еще лучше и еще интересно. Спасибо большое, Петр. Спасибо вам, Роман. А вам хорошего, комфортного путешествия в общественном транспорте. До свидания. До свидания.